я ожидаю встречу с прекрасным хочу что-то новое узнать о музыке современной академической музыки прежде всего из программы грядущего фестиваля я слышал александра хубеева вот встретил на ютюбе одну из инсталляций которые он проводил даже наверное это было больше как перформанс это был концерт биомеханика вот он уже оказывается сейчас третью генерацию этого концерта проводит и меня очень заинтересовала подача поэтому я хочу сейчас услышать вживую как наш симфонический оркестр сыграет эти произведения есть видео зарисовки когда один из исполнителей он связан какими-то нитями с пространством вокруг да и вот он движениями своего тела задает и издает получается самые разные звуки и все это накладывается вместе со скрипками сальтами с каким-то другими инструментами это очень интересно просто смотреть и видеть мне очень интересен по моему это последний концерт где симфонически будет вместе с диджеями вот потому что необычное сочетание мне очень интересно как это будет реализовано у нас в омске недавно я посмотрел фильм большой это постановка это было кинолента про большой театр наша отечественная и заметил что саундтрек к этому фильму написал павел карманов меня очень заинтересовал этот композитор и когда я стал искать что же еще он написал оказалось что у него очень мелодичная интересная музыка и когда я узнал что в нашем фестивале тоже будет исполняться его произведение меня это очень заинтересовало я хотел бы привести пример аналогию с театром вот то что мы зачастую видим постановках ну даже вокруг у нас в омске это пьесы 19 века и если мы остаемся зрителями именно только исключительно этого слоя культуры этих пьес этих постановок то получается что мы живем прошлом мы живем исключительно в прошлом в 19 веке представляете хотя мы уже в двадцать первом хотя вот то что произошло с театром после брехта когда после ионеско да театр сильно изменился изменилась и подача изменилась смысл содержание и театр стал ну более современно отражать то что происходит с нами сейчас я думаю что то похожее происходит и в музыке у нас есть классические произведения у нас есть понимание того как развивалась музыкальная культура и но то что происходит сейчас мы зачастую вне этого контекста находимся и поэтому это очень интересно и познавательно вернуться как сказать современности из прошлого а